Дружба рядового с генералом. Или хирургия гениальности. Автор рассказа Андрей Ломачинский. Уж коли мы частенько говорим о кафедре военно-полевой хирургии, то, пожалуй, у ее тогдашнего начальника следует помянуть. Большой хирург, блестящий ученый, прекрасный организатор, генерал-майор, профессор, но бомж. Точнее, БОМЖ без определенного места жительства. Общепринятая советская аббревиатура. Генерал-бомж в условиях развитого социализма. И это не осквернение памяти заслуженного человека. Это он сам себя так называл. А был дед-дерябин, как кто-то из пролетарских классиков писал, матерым, человечищем. Ну, давайте по порядку. Как-то выпало мне быть свидетелем на свадьбе у одного сокурсника, Вовки Чернова. А Ботяня у того курка, курок на курсантском сленге курсант, был военно-полевым хирургом крупного калибра. И гости там были весьма крупнокалиберные. Короче, сижу я, рядовой курсант, с одной стороны жених, с другой генерал-дерябин в форме, за столами от эпалетов и лампасов, в глазах рябит. Ну, как посмотрит, какой чин в мою сторону? Мне по стойке смирно вытянутся охота. Видит дерябин, сильно колдобит курка о их присутствии. Ну, как перед ними бухать? Если им же сдавать экзамены. Тогда он тихо так, но властно говорит мне. Товарищ курсант, пройдите в коридор. Честь, товарищ генерал. Пять секунд, и я в коридоре. А генерал следом неспешно идет. Коньяк. Будешь? Совершенно неожиданно спрашивает меня дерябин. Никак нет, товарищ генерал. Почему? Уставам внутренней службы не положено, отвечаю я. Ну и глупо, ухмыляется генерал. Мне как-то становится неловко от показанной правильности. Пытаюсь сгладить ситуацию. Товарищ генерал, а вам принести? Да я уже взял. Генерал достает из внутреннего кармана кителя плоскую фляжку из нержавейки с тисненным профилем Сталина. Свинчивает крышку, нюхает. КВВК. Армянский. Тридцать пять лет выдержки. Один мой ученик прислал. Он сейчас ночь в госпитале в Ереване. Я сглатываю слюнки. Ну и если вы не возражаете, не доложите? Ну ты что, и право с причудой передразнивать? Не возражаете, не доложите. Кому мне на тебя стучать? Самому министру обороны? Я чей-генерал. Слушай, а ты сам-то не болтун? Да нет, вроде. Курсанты не жалуются. Правильно. Курсанты на болтунов не жалуются. Курсанты болтунов бьют. Дерябин протягивает мне фляжку. Ладно, посмотрим. Вот мой предшественник, генерал Беркутов. Он всех, кого к нам на кафедру в адъюнктуру брал, то прямо в лоб спрашивал. А ты не сволочь? Кстати, ты хирургию любишь? Я глотаю коньяк и отвечаю с придыханием. Не, совсем. Не, ну правда, абсолютно не люблю. Раньше баловался. В кружок там к вам на кафедру ходил. Да и то больше с Вовкой. Ну, с женихом сегодняшним за компанию. Ага. Значит, подлизываться тебе незачем. Заключает генерал в ответ на мою откровенность. Так точно. А коньяк какой хороший. Ну, такой замечательный. Я такого и не пробовал никогда. И фляжка красивая. Генерал сразу обрывает меня. Да, ничего, коньячок. А ты где живешь? Как где? Где и все. На втором факультете. Ну, на Маркса девять. О, на девятой Карла Марле. Ха-ха. И я там же. Соседим и с тобой получается. Хотя, вообще-то я там нелегально. А если совсем откровенно, то я бомж. Шуть, товарищ генерал. Нет, не шучу. Так, проблема личного плана. Ну, конечно, была у меня квартира генеральская. Все чинчинарем. Решил не ссориться. Отдал тем, с кем жил. Пусть радуется. А подробности неинтересны. Мне-то много не надо. Спать в тепле, да книги читать при свете. Ну, позвонил я генералу Образцову. А этот куда денется? Иди живи на второй факультет. Милость просим. Вон до кафедры рукой подать. А документально оформлять незачем. И так вокруг одна бюрократия. Так что можно записать меня в книгу рекордов Гиннеса. Я первый советский бомж-генерал. А мы вам не мешаем? Генерал в ответах маякнул. Это я вам мешаю. Как идешь домой, дежурные при виде генеральской формы. Орут, как полуумные. Весь первый этаж смирняют. Слушай, что-то мы с тобой, брат, заболтались. Свадьба, в конце концов. Пора тебе возвращаться к исполнению своих свидетельских обязанностей. Ну, там, свидетельницу танцевать, балагурить, тост и говорить. И не сиди ты как на госэкзаменах. Что, генерал, не человек? А человеки на свадьбах веселятся. Значит так. Хлебни-ка еще моего коньячка и пошли в зал. Через неделю после этой свадьбы стоял я в наряде по курсу. В тот день заступил дежурным по факультету один прапор с курса годом старше. За добрый нрав и любовь к уставному порядку все его Рексом звали. Звонит, значит, мне это животное на тумбочку. Невальный, гони своего дежурного ко мне в банку. Банкой мы окрестили застекленное КПП в вестибюле факультета. Я вроде трубку телефонную положил, но телефон у нас был калечный и рычажки не всегда хорошо вдавливались. Вот и случился конфуз. Сидит Рекс в своей стекляшке и через селектор слышит, как я во всю глотку своему дежурному ору. Игореха, беги скорее вниз. Тебя Рекс, псина-козлина, рябая-кривомордая, по-срочному вызывает. Кто-кто? Рекс, говорю, дебильный кусок. Пятнадцать секунд. И Рекс взлетел на наш этаж, быстрее, чем мой дежурный от толчка до двери добежал. Морда красная, от злости скулы ходят. Дежурный, останетесь на этаже, мне нужен этот курсант на продолжительное время для уборки внизу. Игорюк пытался меня отмазать, но Рекс пригрозил нас всех в конце смены снаряда снять и паровозом на следующие сутки опять поставить за прямое оскорбление прямого начальника. Ну типа, как же так? Я аж прапорщик, а вы говно. Заставил у меня полы на первом этаже мыть. В общем-то, дело не хитрое, при сноровке за двадцать минут управиться можно. Да как только я этаж домываю, он берет подошву сапог своих и звездкой мажет, и по мокрому полу ходит. Как назло там что-то подбеливали, и звездка в его конуре стояла. А вот уже отмыть и звездку. Как не стягивай воду, но как высыхает, так пол в белых разводах. Короче, кто мыл, тот знает. Ну мне делать нечего, все равно всю ночь мудохаться. Уже я этаж раза три промыл. Смотрю, дед Дерябин в спортивном костюме на другом конце коридора за мной внимательно наблюдает. А мне с чего-то ну такой неудобняк стало. Вроде как я чем-то постыдным занимаюсь. Пока расстояние было порядочным, я делал вид, что генерал не замечаю, а как домыл до него. Ну что дальше притворяться, мы же вроде знакомы. Поднимаю голову, вижу генерал смотрит на меня и улыбается. Привет. Здравствуйте, Илья Иванович. Ой, здравия желаю, товарищ генерал-майор. Ладно, ладно, давай без титулов, я же не в форме. За что это он так тебе? Да вроде как обозвал я его случайно, хоть и нехорошо, за глаза получилось. Трубка на телефон не легла. Ладно, товарищ генерал, мне мыть надо. Да подожди ты, у Рекса к утру упадешь. Тут у меня швабра из рук выпала и челюсть отвисла. Как вы сказали, у Рекса? Да, так все его называют. Вообще-то я стараюсь жить незаметно. Ну уж герой в факультете знаю. Тот, как говорится, кто мало говорит, тот много слышит. Давай пойдем ко мне чай пить. А то вот я старый стал, бессонница мучает. А до всяких снотворных, седативных не хочу привыкать. Честно сказать, я в дела факультета еще ни разу не вмешивался. Но попробую тебя на пару часов освободить. Генерал пошел в стекляшку дежурного. Через минуту я сидел в генеральской комнатушке. Точно такой же, какой и жил сам. Только я еще делил ее с тремя подобными организмами. Конечно, обстановка у Дерябина отличалась от нашей. Книжные полки до потолка. Вешал какого-то диковинного дерева. Дубовый стол. Небольшой сервант с набором красивой посуды. Там же стояла и обычная курсантская кровать со стандартным постельным комплектом. И даже заправленная абсолютно по-курсантски кирпичиком. Тот факт, что начальник ВПХ оказался знаком до таких мелочей с нашим бытом, меня удивил. Пока генерал хлопотал с электроплиткой, я решал головоломку. То ли в русской армии способ заправки кровати не меняется никогда. И тогда генерал научился ему еще будучи рядовым. То ли кто-то его научил уже на факультете. Так этот вопрос и остался не выясненным. Генерал похвастался своими заварочными чайниками. По его словам, это лучшие в мире чайники. Для зеленого чая китайские, из сычуанского фарфора, с плетеной ручкой сверху. А для черного индийские, из стерлинга, с плава серебра с никелем и эбонитовой ручкой сбоку. Чайники оказались подарками учеников азиатов с пятого импортного факультета. Генерал сварил какого-то экзотически ароматного чая, разлил по чашкам, в каждую бухнул по доброй ложке коньяку, самого обычного, сам треста, три звезды. Себе взял кусок сахара, но в чай не положил, а положил в чайную ложку, залил вонючей валерьянкой и, морщась, отправил в рот. Почему-то мне стало абсолютно ясным душевное состояние этого деда. На предсознательном уровне пронеслись подобострастные лица молодых хирургов, шепотки умудреных коллег за его спиной с немыми вопросами, а не пора ли генерал на покой. Уйди, нам свежий старт нужен. И его собственная чудовищная тоска и одиночество, сродное тому, что называют одиночеством в толпе. Генерал с полчаса пытался создавать видимость диалога, якобы интересуясь нашей учебой. Но было видно, что это дань вежливости. То, что надо ему, как профессору академии, он прекрасно знает и без моих комментариев. Затем дед пустился в воспоминания. Рассказывал много и интересно. Жаль, сразу не записал. А сейчас, через четверть века, разве упомнишь? Но одна вещь мне врезалась в память намертво. Далеко за полночь дед Дерябин наконец подустал. И я понял, что пора идти домывать пол, или если Рекс изменил свое решение после генеральского визита, то спать. Я поблагодарил генерала и встал из-за стола. Генерал тоже встал и задумчиво посмотрел на настенный календарь. Подожди минуту. Слушай, ты можешь мне сделать маленькое дело? Ну, постараюсь. Только мне в город выход не скоро. Я залетчик. Нарядов полно еще. Отвечаю извиняющимся тоном. Да не надо никуда выходить. Дел-то через Боткинскую перейти. Я б не просил. Да завтра ученый совет. Аж на пять вечера назначили. Скорее всего, опять допоздна затянут. Своих же просить неохота. Опять судачить начнут. И ведь ничего, по сути, не надо. Надо проторчать с шести до девяти перед кафедрой и дождаться прихода странного человека с ведром цветов. Быть снаружи в здании, не заходить. Ну, а вечером ко мне сюда прийти и описать, что видел. Да не бойся ты, не шпионаж это. Если он завтра придет, ты не ошибешься. Сразу его узнаешь. Так, задание понятно? Тогда после девяти жду с докладом. А в награду я тебе расскажу одну интересную историю. Ну все, спокойной ночи. Я вышел из генеральской комнатушки. Заглянул в банку к Рексу. Тот шумно храпел, развалившись на кушетке. Конечно же, будить я его не стал. И быстро пошмыгнул к себе. Похоже, мое наказание на сегодня закончилось. На следующий день, к назначенному времени, я был перед клиникой военно-полевой хирургией. Жду. Вот уже наш старшина Абаш Апулас погнал курс на вечерний выпас на ужин, где рыба плюс картошка-пюре день в день третий год без перемен. А скотопрогонная тропа – это прямо мимо возле меня. Тысячу раз схоженный маршрут. Чтобы меня не заметили, я спрятался за Боткиным, перемещаясь вокруг памятника по мере прохождения курса. Вскоре я понял, что мерз не зря. Прямо к крыльцу подкатила черная «Волга» с госномером. Быстро вылез шофер в сером пиджаке и при галстуке. Крепкий, стриженный, дядька КГБшного вида. Он как-то колко, наверное, профессионально, осмотрел пятачок перед зданием, затем открыл пассажирскую переднюю дверку и вытащил громадный букет цветов. Да каких? Там были каллы, белые лилии, красные короны, ну те, что цветками вниз, и еще какое-то чудо, похожее на наперстянку. Меня, привыкшего к зимнему репертуару тюльпан-гвоздика сладков-кавказцев перед метро, букет потряс. Наконец, сводила, открыл заднюю дверь персоналки и помог вылезти пассажиру. Сразу стало ясно, какой-то туз. А вот сам туз выглядел странно. Нет, одет он был что надо. Дорогущий плащ-пальто из натуральной черной кожи с меховой подбивкой. Пожалуй, тоже натуральный. На голове норковая шапка-пирожок, как у тогдашних совсем больших людей, всяких там членов ЦК или политбюро. Но первое, что бросилось в глаза, человек явно страдал тяжелыми неврологическими расстройствами. Его движения были плохо координированными и перемежались инволюнтарными дерганиями всего тела. Руки била крупная, почти паркинсонческая дрожь. Он оперся на трость и, сильно выбрасывая одну ногу в сторону, заковылял к двери. Его шофер не на шутку встревожился, что человек пошел один, побежал и первый открыл дверь, даже не столько, чтобы помочь, как скорее убедиться, что в тамбуре чисто. И вдруг я понял, что первый раз в жизни вижу проводку охраняемой персоны. Ведь у наших генерал-полковников, начальников ВМА и ЦВМУ водилами были простые солдаты, а не профессиональные телохранители. Второе, что совершенно сбило меня с толку, это страшное уродство. Голова Туза была несимметричной из-за чудовищных деформаций черепа. Один глаз выше другого, очки с сильными линзами, с оправой, явно под спецзаказ. Лицо все в грубых старых шрамах, но в общем выглядит слишком молодо для старпера такого ранга. Я хотел было пройти за человеком, да вспомнил, что генерал просил или приказывал, если угодно, в здание не ходить. Растоял на морозе еще с полчаса, пока парочка не вышла. Я был далековато, но мне показалось, что у Туза урода под очками блестели слезы. Разглядеть толком я не сумел. Его КГБшный шоферюга моментально вперил в меня тяжелый взгляд. Он явно запомнил, что я тут был по их приезду. К тому же уже слышался стадный топот идущих со столовки курсов, а попадаться вне строя на глаза мои планы не входило. Оставалось только повернуться и бежать на факультет. В коморку-дерябину я попал лишь после вечерней поверки. Где-то пять спать явно не торопился. Я подробно, как мог, рассказал, доложил, если угодно. Ему что видел. У самого любопытства свербит, как шило в большой ягодичной мышце. Дед молчит. Я не выдерживаю и спрашиваю, мол, кто это, если не секрет? Секрет. Потом терябин видит крайнее разочарование на моей физиономии и добавляет. Да правда секрет. Не мой секрет, казенный. Но раз обещал, то намеком скажу. Это ученый, оборонщик. Это он вам цветы приносил? Мне? Да он со мной не разговаривает, как и с любым врачом в форме. А что так? Что-что? А то, что я его должен был убить. Как убить? Спрашиваю я, ошалело. Да так и убить. Очень просто. Холодным оружием. Скальпель же холодное оружие. Ну, там врачебная ошибка. Нагадался я. Генерал грозно сверкнул своими глазами. Запомните, коллега, врачебные ошибки, а тем паче ошибки военного хирурга, убийством не являются, как бы прокуроры не внушали нам обратное. А будешь считать иначе, не сможешь работать. Стал бы я тебе из-за этого огород городить. Я должен был преднамеренно убить этого человека, но не просто, а крайне изысканно в лучших традициях центрально-американских индейцев, всяких там майя или ацтеков. Я должен был у него вырезать бьющееся сердце. Я думаю, Ден гонит, хотя вида не подаю. Генерал с сомнением посмотрел на мою деланно-невинную физиономию, поставил чайник и неспешно стал рассказывать. Цветы эти для его второй мамки, в честь его второго дня рождения. О чем речь сейчас поймешь. Было это, по моим понятиям, недавно, по-твоим давно. И был шанс у Академии стать вторым местом в мире, а может и первым, где была бы осуществлена трансплантация сердца. Это сейчас все привыкли смотреть на западные достижения, как на икону. Тогда же мы им дышали в затылок, и уж то-что Южная Африка для нас авторитетом не являлась. Главную роль играл не я, а Академик Колесников с госпитальной хирургией. Они там к тому времени уже тонну свиных сердец пошинковали. Да и на собаках кое-что отработано было. Что думаешь, экстракорпоралка у нас слабая была? Что без забугорных оксигенаторов не прошло бы? Да мы тогда уже над пузырьковой оксигенацией смеялись вместе с медполимером. Разработали хорошие насосы и мембраны. Гемолец, то есть разрушение кровяных телец во внешних контурах, был весьма приемлемым. Да, была наша оксигенация в основном малопоточной. Но один лофт, 20 литров дополнительной крови в машину залить, все равно больше выбрасываем. А какие наработки по гистосовместимости? Да нам неофициально вся ржевка помогала. Я имею в виду Институт экспериментальной военной медицины. Они же там со своими химерами, ну облученные с чужим костным мозгом, нам все реакции отторжения смоделировали. А про оперативную технику я вообще молчу. Короче, все готово. Но? Но, очень большое но остается. Через Минздрав такое провести было невозможно. Даже через их четвертое главное управление. И досада кроме политической вторая главная препона юридическая. Но вопрос, когда человек мертвым считать. Сердце бьется, значит жив, а когда сердце мертво, так на что нам такое сердце? Подбил меня Колесников с ним на денек в Москву съездить на приватный разговор к ночмеду в Министерство обороны. А тут пальма первенства уже утеряна. Как раз в те дни супостаты мотор пересадили. Речь идет по сути о повторении недостигнутого. А ведь СССР как раз не первый, значит и не надо. Что с луной, что с сердцем. В управлении же и резко рубить неохота, и напрасно рисковать не желают. Ситуация ни да, ни нет. Хлопцы, разок попробуйте, но из тени не выходите. Мы тут наверху за вас не отвечаем. Получится к орденам и звездам. Нет к неприятностям. Тогда придумали мы бюрократическую процедуру, которая помогала эти ловушки обойти. Несколько потенциальных рецепиентов подобрала госпиталка. Всех протестировали. Дело ВПХ за малым. Добыть донора. Мы даже придумали, как нам через Боткинскую с ним прыгать. Тогда ни технологии, ни контейнеров для спецтранспортировки органов и в мыслях еще не существовало. Кому донорское сердце больше подойдет, тому и пересадят. Так вот, был у нас документ с печатью, с ВМУ, за подписями начмеда и главного хирурга. Было в том документе упомянуто 11 фамилий на 12 пунктов под подпись. 10 военных, ну, кто к донорству будет приговаривать, одна, пустой бланк. Это на согласие от ближайшего родственника, покойника. И последняя, самая малозначительная, подпись вообще, считай, лаборанта, подтвердить оптимальную совместимость. Донор, реципиент. Ну, не совсем, конечно, лаборанта. Я специально пробил должность в лаборатории клиники. Ну, там иммунология, биохимия, всякое. И мгновенно взял туда молоденькую девочку сразу после университета. Нет хоть одной подписи и донор автоматически остается в нашей реанимации до самого перевода в патанатомию. По понятным причинам намерение держим в тайне и ждем донора. Через пару недель происходит подходящий несчастный случай. Читай рядом с академией, сразу за Афинбаном, пацан 17 лет на мотоцикле влетает головой в трамвай. Прямо в ту гулю, что для вагонной сцепки. Скорая под боком пострадавший наш, профильный, доставлен в момент. Прав нет, но редкость в кармане паспорт. Посмотрел я этого травмированного, категория уже даже не агонирующих, а отагонировавшихся. Травма несовместимая с жизнью. Но на ЭКГ все еще работающее сердце. Голову кое-как сложили, с кровотечением справились и быстро на энцефалограмму. Там прямые линии. Красота мертвого мозга. Говорю сотрудникам, боремся с возможной инфекцией в башке, а тут точно некрозы пойдут. Но нельзя же сделать хирургическую обработку травмы мозга в виде ампутации полушарий под ствол, а там все побито. И конечно реанимационное сопровождение и интенсивная терапия по максимуму. Тело сохранять живым любой ценой, пока мы наш адский документ не подпишем. Первым делом согласие родственников. Без него все дальнейшее бессмысленно. Одеваюсь в форму, беру для контраста с собой молодого офицера и пожилую женщину, чтобы легче было уболтать любого, кто окажется этим ближним родственником. Пчимся по адресу в паспорте куда-то на Лиговку. Заходим. Комната в коммуналке. На полу грязь, страшная, на стенах засохшая рвота. Вонь вызывает головокружение, из мебели практически ничего, похоже живут там на ящиках. Оказывается, что существует только один ближайший, он же единственный родственник, его мать. Человеком ее уже было назвать сложно, полностью спившееся, морально деградировавшее существо. Такого я еще не видел, ее главный вопрос был, а можно ли не забирать тело, чтобы не возиться с похоронами. К сыну, похоже, она вообще не испытывала никаких положительных эмоций, а истерика и вопли моментально сменились откровенными намеками, что по этому поводу надо срочно выпить. Я послал офицера купить ей три бутылки водки. Документ она подписала сразу, как услышала слово водка. Получив подпись, мы с брезгливым осадком пулей вылетели из той Клоаке. Но еще более интересную новость я узнал чуть позже, когда в клинику прибыл тот офицер, что был послан за спиртным для ближайшего родственника. Он столкнулся с другими обитателями той коммуналки и узнал некоторые подробности о самом доноре. Крайне асоциальный тип. Хулиган исключался за неуспеваемость из школы ПТУ. Хоть и молод сильно пьет, страшно избивает свою мать. Короче, яблоко от яблони. А еще через 10 минут, как по звонку свыше, в клинику пришел следователь и принес еще более увлекательную информацию. Мотоцикл донора краденый, точнее отобранный в результате хулиганского нападения. А сам донор и без этого уже под следствием не то за хулиганство, не то за ограбление. Похоже, что за всю жизнь единственное хорошее дело донору еще только предстоит. И это отдать свое сердце другому. Быстро все обзваниваются, собираем заключительный консилиум, бумаги под приговор подписывать. Все ставят подписи, сомнений ни у кого нет. Только одну подпись не можем пока поставить, анализы не готовы, времени недостаточно их завершить. В госпитальной хирургии идет подготовка операционной, а у нас ответственные за лабораторию велено сидеть на работе, пока результатов не будет. Но вот наконец и это готово. Иди ставь свою последнюю подпись. Тут эта девчушка и говорит, мол, по документу на момент подписания я обязан совершить осмотр. Тьфу, ты ж дура, думаю. А десяток академиков профессоров, совершивших осмотр и разбор полдня назад, тебе не авторитет? Ну, вслух ничего такого не говорю. Пожалуйста, идите, смотрите себе тело под аппаратом, только недолго. Она и вправду недолго. Пошла взяла ЭГ. ничего. Мозг аут. Стетоскоп достала. А вот умора. Да ее в клинике со стетоскопом ни разу не видели. Что он ей вообще? И что она там выслушивать будет? Утопил ли дежурный реаниматолог его или пока нет? Да мне уже все равно. Счет пожалуй на часы идет. Что то она там потрогала, что послушала, толком ничего не исследовала. Курсант после санитарной практики лучше справиться. А потом поворачивается ко мне и так это тихо-тихо но абсолютно уверенно говорит он живой не подпишу я. Девочка ты деточка да ты хоть представляешь какие силы уже задействованы отдаешь ли ты себе отчет что ты тут человек случайный почти посторонний обнимаешь ли ты что огородишь ты нам полную чушь кровь в пластиковом контейнере тоже живая а вот человек мертвый тело есть а человека в нем нету короче ругали мы ее просили убеждали угрожали увольнением нет и все и ведь сама по себе неупрямая а тут ни за что не соглашается мол если я ноль то и делайте без моей подписи да и сделали бы не можем мы без твоей подписи на утро собрались все главные действующие лица донор терпит да пока терпит ни отека легких ни инфекции кое-какая моча выделяется стараемся ведем этот спинно-мозговой препарат как можем а может потерпеть если Колесников в Москву слетает и переутвердит новый документ не знаю надежды мало короче день мы решали лететь или не лететь потом полетели что-то сразу не заладилось а там выходные 8 дней волокита заняла а донор терпит горжусь о мужики у меня в клинике мертвеца сколько ведут наконец назначен новый консилиум с вердиктом только не состоялся он ночью на энцефалограмме кое-какие признаки глубокого ритма появились все дальше по-любому не мертвец а человек зовем спецов с нейрохирургией пусть погадают много они не нагадали видите как сможете прогноз неблагоприятный о том что это был кандидат в донор из сердца табу даже думать обеспечиваем секретность как можем долго он был в нашей реанимации сознания нет а я тогда был уверен что и не будет но мозг ритмы восстанавливает попробовали отключить искусственную вентиляцию легких без ИВЛ дышать пытается дальше больше перевели в нейрохирургию там ему много чего сделали но ничего радикального все как у нас что природа даст то и прогресс контакт вступают что-то старается глазами показать мычит говорить пыжится шевелиться уже порядком восстановившись из нейрохирургии он попал в психиатрию наверное для учебного процесса психоорганический синдром демонстрировать он там вроде вот что было перечитал все книжки и всем надоел ну кто-то и подшутил сунул ему вузовский учебник по высшей математике а еще через полгода комиссия и первая группа инвалидности а еще через полгода еще комиссия пацана в вуз не берут молит просит дайте вторую что он закончил я точно не знаю по слухам московский физтех пять лет за два года если это не легенда то на экзамены ходил так один экзамен в день сегодня сдаю ну там математику за первый семестр завтра сопромат за пятый послезавтра еще что-то за девятый заходил на любой экзамен вне зависимости от курса а к концу второго года что-то такое придумал короче моментально целевое распределение в какой-то сверхсекретный почтовый ящик ну а финал ты сам сегодня видел колесников год ходил грознее тучи полностью подробностей не знаю но похоже кое-что просочилось на самый верх в ЦВМУ и выше в МЭО вроде сам маршал Гречко об этом узнал может как байку в баню кто ему рассказал а может в сводке прошло типа вон в МАА пытались сердце пересадить да ничего не вышло видимо посчитали там наш подход к решению проблемы авантюрным направление быстренько прикрыли особистые люди из главпура нас с самого начала предупреждали какая-либо информация только в случае полного успеха боялись видно что вряжьи голоса злорадно запоют в Советском Союзе провалилась попытка пересадки сердца а вот у нас в мире капитала с пересадками все окей как зуб вырвать нам последствий никаких пострадавших то в этой истории нет да и вообще полная картина известна единицам и с каждым годом этих единиц меньше и меньше становится люди подписавшие этот конфузный документ молчат а сам документ мы уничтожили все равно он силы без той подписи не имел чего макулатурой архива забивать все вроде тихо спокойно забывается потихоньку но одна тайна все же мне покоя не дает невозможно это но абсолютно исключено и совершенно ненаучно но факт знаешь никто ему не мог сказать что он донором был мы с Колесниковым все варианты перебрали некому было рассказать а он знает притом знает все с самого начала даже как по ДВЛ трупом лежал ну вы же сами говорили ученый непростой но там КГБ вокруг всякое они же ему и сказали предположил я глупости не получается так ну а тетка это нет нет и нет парадокс что он вообще ее знает а еще больше парадокс что всю дальнейшую историю эта иммунологша знает только со слов самого донора я ведь от нее избавился сразу после отказа подписаться два года спустя разыскал ее меня сильно совесть мучила предложил вернуться в клинику посоветовал хорошую тему для диссертации она никогда не интересовалась судьбой донора история в ее изложении была очень простой донор умер тему закрыли генералов надо слушаться так она и считала пока донор уже в теперешнем виде не явился к ней ровно в тот же день как она сказала что он живой а сам донор знает только то о чем говорилось в его палате и значит это может только одно когда у него на энцефалограмме прямые линии ползли он все слышал слышал и помнил Дерябин взял кусочек сахара и обильно полил его валерьянкой ладно поздно уже иди спать и не болтай много и не болтай много